Друзья, не только падчерицы, все люди, все девчонки знают слова этой песни. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии очаровательной Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем и, конечно, с радостью сообщаем. Обещали гостю? Она уже у нас в студии. Друзья, Сагдяна, любуйтесь, смотрите. И самое главное, ждите премьёру новой песни. В ближайшее время мы обязательно вам продемонстрируем. Сагдяночка, привет огромный. Спасибо тебе за «Подснежник». Это тоже одна из самых крайних свежих твоих работ. И очень красивая песня, потрясающая. Спасибо огромное. И она, главное, мне кажется, на все времена года, несмотря на то, что «Подснежник» самый весенний такой цветочек. Но слушать можно круглогодично. Поклонники, кстати, знают, какие у тебя любимые цветы? Расскажи немножко. По микрофону, микрофон, да. Ну, на самом деле, я вообще очень люблю цветы. И сейчас как-то вот мои предпочтения расширяются, если я... Да, да, да. Фэн-клуб сейчас напрягся, так, если что-то они не знают ещё. Ну-ка. Да. Ну, сейчас, так как я тоже занимаюсь дома небольшим садом... Да-да. Насколько он небольшой? Сколько гектар он? Ой, пять. Пять гектар, так, хорошо. Только не гектар. Ты всё засажена цветами. Ну, туй, цветы. То есть ты флорист сейчас ещё? Начинающий. Так, хорошо. Ну и скажи, что у тебя уже распустилось там? Ну, уже многое чего отцвело, и сирени, и ландыши, которые я, кстати, очень люблю. Я помню в детстве, я ещё была в детском саду, и меня спросили, какие твои любимые цветы? Сейчас будут, значит, дети поздравлять тебя с днём рождения. Нужно, чтобы что-то они нарисовали. Там на обложку что-то можно было идти. Мои любимые цветы ландыши. Мне они действительно очень нравятся, и до сих пор. Их нежность, их аромат, их хрупкость вот эта. Но, кстати, я недавно узнала, что ландыши, они немного такие вот как бы ядовитые. Да что ты говоришь? Я не знала. Их аромат, то есть можно их... Турманищие? Нет-нет-нет. Вот их нельзя, знаете, ставить в комнате, где ты спишь, с закрытым окном. Они как-то немножко могут... Передозировка какая-то может случиться, я так понимаю. Да, красотой. На сегодняшний день, значит, отвечая на вопрос романа, у тебя все цветы любимые? Ландыши сначали, и потом все. Я в каждом нахожу что-то свое, что-то прекрасное, где-то аромат, где-то цвет, и вообще здорово, что настолько разнообразна наша природа, и это очень приятно. Ну, раз вот так неожиданно у нас начался разговор, давай поспрашиваем у тебя еще, помимо цветов, что еще у тебя на твоем участке растет? Что еще растет? Огурцы, например, как-то нет, да? Нет, не огурцы. Ну и правильно, что не сажала, потому что в этом году нет урожая огурцов, говорят. Слушайте, ну если своя теплица, почему бы и нет? Нет, даже в теплице нет. Дело в том, что очень холодно. У меня из таких плодовых есть две черешни и три смородины. Все. Все, вкусно я все обогащаюсь. Приглашай ты нас на варенье. А Смородина как раз и поспевает, кстати, сейчас. Поспевает даже, мне кажется. Еще маленький совсем. Маленький, хорошо. Тогда будем ждать от тебя варенье чуть позже. Хорошо. Сыргяночка, ну давай про новую песню, которую сегодня будем премьерить. Расскажи о ней, пожалуйста. Песня называется «Неделимы». Да, «Неделимы». У нас был такой вот поиск, на самом деле, интересной песни. И у нас есть такой замечательный автор, Алексей Малахов, который очень плодотворно работает. Мне кажется, он каждый день, через день... По хиту. Хитмейкер такой, да. Скидывает на почту песни. И это, конечно, заслуживает огромного восхищения и уважения. И одна песня мне очень понравилась, но я сомневалась все время в ней. В плане, подходит ли она мне. Когда я ее слушала, я понимала, что это хит, но мне почему-то так вот чудились, представлялись другие артисты. Почему? А я вот послушала ее, это абсолютно твоя. А, ты про другую говоришь? Да, я про другую. И вот я Алексея вот так вот мучила. Я беру или я, подождите, еще не беру, еще думаю, думаю. И, в общем, замучила парня, и он говорит... Как-то мне звонит и говорит, вот сейчас еще одну песню послушайте. Вот только два часа назад написал. Может быть, вот это она. Вот она, говорит, восточная. Может быть, вот это то, что вы ищете. Подождите, то есть он писал на заказ прям именно, да? Ты говоришь, вот хочу такую-такую об этом. Я не просила, нет. Он просто уже замучился. Он уже замучился, да? Он уже видится к Диане, сидит рядом на Зуе Леве, и все, я так понимаю. И вот он, можно сказать, прям для меня ее написал. И очень надеялась, что она подойдет. И действительно, вот мы прям на следующий день уже подписались на договор. Не было сомнений, что это песня. Никакие другие артисты мне уже не чудились. Скажи, пожалуйста, кто тот человек или, может быть, группа людей, которые тебе подсказывают, да, Сагдианочка, это твоя песня? Или нет? Или ты сама принимаешь решение, никого не слушаешь, какой-то внутренний голос? Как происходит этот творческий процесс выбора песни? Нет, ну, конечно же, есть люди, с кем я советуюсь, но мои ощущения все равно на первом месте. Потому что, если даже всем нравится, а я ее не понимаю, то будет... Петь-то, конечно, тебе в конечном итоге. Да, да, то в итоге не получится. Уже проходили, были такие у нас тоже случаи. У меня есть замечательный администратор Александр. Мы уже работаем вместе больше 11 лет. Да, это большое время. И вот он настолько верит в меня. На самом деле, вот у меня есть несколько таких людей в жизни, которые искренне верят, поддерживают, что бы ни было, что бы ни происходило в моей жизни. Они никогда не уходили, не отворачивались, не что-то такое. Я ни одной секунды не сомневалась в этих людях. А помимо Александра, это кто еще? Родители? Родители, ну, они... Как вам сказать? Они больше как-то за мой комфорт. Были одно время, чтобы я... Наверное, не хотелось, чтобы я уезжала. Эти гастроли, это все тяжело. Лучше дома с семьей. Да, лучше дома, наверное. Да, дома прекрасно. Я обожаю дом. Для меня, вот, действительно, семья на первом месте. Я очень часто какие-то вещи в карьере жертвую. И я понимаю, что надо было, может быть, сюда пойти, но я не могу. У меня там какие-то домашние дела с детьми, еще что-то. Вот, конечно же, разрываюсь. Но, тем не менее, не могу без музыки, не могу без творчества. Вот так, чтобы... Ну, по-моему, папа помогал тебе, да? Папа даже оставлял работу, была такая информация где-то, что продюсировал. Творческого пути, конечно, и мама, и папа. Но они верили в тебя или сказали, ну, слушай, надо какую-то профессию серьезную получить. Не было такого, как вот в семье? Вообще, я изначально пианисткой была. Конечно. Музыкальная школа, да, диплом есть, все правильно. Да. И когда я вот уже с восьмого класса начала заниматься факультативным вокалом, как-то все стали напрягаться. В том числе преподаватель по фортепиано. Ну, это в первую очередь, она так ревновала меня, что я вдруг начала петь и... Изменять с микрофоном. Да, 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 да. Вот прям практически так и было. Друзья, ну, может быть, мы с вами, к сожалению, потеряли пианистку величайшую со всемирным именем. Но зато есть потрясающая певица красотой, которой можно любоваться бесконечно песней, слушать с огромным удовольствием. Сегодня у нас будет премьера песни неделима. Обязательно оставайтесь с нами. Друзья, вы слушаете и смотрите Страну ФМ. Мы смотрим с обожанием и уважением на Сагдиану. Она сегодня в гостях у нас. Впереди у нас с вами ожидают премьеры. Новая песня Сагдиана неделима, так что обязательно дождитесь, потому что песня очень красивая. Ну, а мы пока общаемся с удовольствием с нашей гостей. И хотелось бы спросить, Сагдиан, у тебя альбом русскоязычный. Почему русскоязычный? Потому что до этого были многоязычные альбомы. Да ведь? Или англоязычные? Нет. Ну, сборник какой-то. Но если верить интернету, да? Или все-таки Сердце Магнит, который в общем в 2008 году, это его единственный альбом полноценный. Рассказывай как есть. Нет и нет. Вообще все неправда. Тогда, пожалуйста, давай расскажи нам. Редактор в интернете. За что вы получаете хлеб? У меня есть полностью узбекский альбом. Так. Когда я еще жила в Ташкенте, там работала, я записывала, конечно же, узбекские песни. И есть такой альбом, он называется «Мининг у англэн», что значит «Моя душа». И вот после этого уже был русский альбом. Вот и уже сейчас будет, по-моему, третий. Но языков-то ты знаешь несколько, то есть альбомов пять, наверное. Ну, опять-таки, если взять пять с интернета, там же гласит, как, Легенда, что ты и на французском поешь, и на английском поешь, и на узбекском поешь, и на русском, и еще. Я могу спеть, да, как бы, но не значит, что я это все знаю. Да, на самом деле это вот информация, которая, знаете, преследует меня годами. Давай правду. Она хорошая, на самом деле, информация. Ну, она хорошая, конечно, но если кто вдруг сейчас скажет меня на каком-то там языке заговорить вдруг, да, ну, вряд ли получится. Объявить рекламу. Ну, хорошо, тогда ты скажи, пожалуйста, а альбом-то новый у тебя планируется? Да, конечно, конечно. Причем он такой долгожданный, уже там есть даже песни, которым по шесть лет. Ну, там был такой перерыв. Да, 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 уходила со сцены, возвращалась. Возвращалась, уходила, приходила. И вот сейчас вроде бы уже все песни, ну, их достаточно, по крайней мере, для ценного альбома. Мне все время кажется, что надо еще что-то записать, еще одну, и вот-вот-вот. И уже 20 будет. Ну, я каждый раз себя останавливаю, думаю, так, это выпустим, а это уже на следующей. И, в общем, в принципе, уже такая финальная стадия. У нас сейчас дизайн, документы все надо, чтобы... То есть, смотри-ка, получается, до осени он может выйти, да? Да, дай бог, дай бог. Как называется? Есть уже, можно говорить официальное название? Нет пока, да? Сагдиана. Я думаю, так и надо назвать. Очень красиво и правильно. Нет, и надо. Нет, там будет это слово. Но не в качестве названия. Ну, Саш, почти угадали, да. А мы про языки вот немножко стали говорить. Но на узбекском ты это говоришь. Я понимаю. Понимаешь. И я, ну, элементарные какие-то могу вещи сказать. Родилась в Ташкенте, всю жизнь практически, ну, достаточно долгое время прожила, там училась. 20-го года. При этом, да, славянские корни, имя узбекской крови в тебе нет. Но записывала песни на узбекском языке, выступала на всех мероприятиях. А с акцентом как-то приходилось работать? Ну, приходилось работать, конечно. Первые песни, конечно, я даже сама слышу, что есть... Отличается, да, что я... Да, да, есть акцент, и как-то так корявенько. Но дальше, когда вот уже ты практикуешься, и больше и больше, это точно так же, как и на любом другом языке, как и на английском, мы когда долго не поём на нём, и потом сами не понимаем, ну, почему оно по-другому стало вдруг произноситься. Вот точно так же и там, вроде бы уже потом никто не придирался, не говорил, наоборот. А сейчас тебя в Ташкент приглашают? Ты бываешь там с выступлениями? Нет. Нас там смотрят, скажи, приглашайте, я готова. Приглашайте, я с удовольствием приеду, дорогие мои. Дело в том, что был такой период, когда я хотела приехать, ну, с выступлениями, но там немножко было, знаете, такой неприятный момент, что не совсем разрешили. Да что ты. А может быть, как-то ревностно относятся к тому, что ты в своё время уехала, что ты на фабрике звёзд, что ты вот так вот взяла и всё-таки стала петь песни на русском языке. Честно сказать, я знаю все тонкости, знаю, что Восток дело тонкое, и на самом деле не хотела, очень долгое время я не хотела менять гражданство. Вот как. Да, я не хотела, я всячески с этим боролась. Но, знаете, такой период настал, когда я была просто вынуждена. У меня были такие страсти-мордасти в жизни, что вот, ну, пришлось. И я, на самом деле, сама очень сильно переживала. Ну, так вот случилось. И, на самом деле, это моя родина, и я никогда, никогда не перестану её любить, уважать и благодарить за то, что она мне дала, за то, что у меня там много друзей и учителей. Поклонникам всё равно, конечно. Так что, дорогие мои, я вас очень люблю. Я знаю, что очень многие ждут моего выступления, но, возможно, что вскоре какая-то ситуация изменится, и я приеду. Всё течёт, всё меняется обязательно. Обязательно будет так, что ты на родной земле выступишь. Мы тебе желаем этого. Спасибо. Восток дело тонкое. Вот скажи, в чём какие-то тонкости, такие вот особенности, может быть, основные понятия этой тонкости, можешь? Ты же знаешь обе культуры, да? Вот и нашу культуру, и культуру восточную. В чём, может быть, в чём? Где надо быть очень осторожным? Какие особенности? Да, всегда надо быть осторожным. Не важно, в какой культуре ты, да? И во всём, да, да, да. Наверное, прежде всего, следить за тем, что ты говоришь. Слово не воробей, так. Как ты говоришь, о ком ты говоришь, и стараться быть дружелюбным и со всеми в хороших отношениях, не знаю, мне кажется, это любой человек не любит, если с ним как-то прождует или как-то неприятные какие-то эмоции ты вызываешь. Поэтому, мне кажется, стараться нести позитив со всеми людьми, которые тебя окружают. Если в Ташкент отправимся, что мы должны непременно посмотреть? Если именно в Ташкент, я вам советую отправиться весной, в марте. Там будет праздник Навруз. Очень большой, один из главных праздников. И вы сможете увидеть народные гуляния, попробовать интересные блюда, которые именно только раз в год готовятся. Узбекский плов будет? Ну, плов будет, конечно. Отлично. А ещё попробуйте сумаляк, который готовит сутки. Ну, они ещё прорастают, эта пшеница прорастает месяц. И потом женщины вот это всё в огромном казане на улице перемешивают. И пока это ещё не приготовили, мы сейчас закусим пиццей в эфире Странный ФМ. Я пока буду с Лёней продирать. Пять не желаний можно загадать. Ликуют все по обе стороны экрана. Сегодня на Стране ФМ певица Сагдиана, друзья. Понятно? Да. Боже мой. Роман Шахов. Хотела сказать рифмоплёт. Нет, скажу поэт, конечно, поэт. В данном случае поэт. Ой, простой. Друзья, напомню, что буквально через несколько минут мы с вами послушаем новую песню Сагдианы. «Неделима». Очень красивая песня. И, конечно, мы должны сразу сказать всем поклонникам и нашим слушателям, зрителям о том, что скоро будет клип. Мы просто поговорили об этом вне эфира, да, дай бог. Но планы есть такие, да? Да. Всё думается. И, скорее всего, скажем, где будут сниматься. Кастинг режиссёров уже пройден. Где будут съёмки проходить. Дай бог в Ташкенте. Ташкент или какие-то другие города Узбекистана. Ну, будет ли какой-то сценарий? Или пока всё будем в секрете держать? Или просто ты красивая на красивом фоне? Да, да, да. Ветером раздувают волосы. Это будет более чем достаточно, на самом деле. Вообще-то я всегда за сюжет, за какие-то сложные съёмки. Не знаю, мы сейчас продумываем, получится ли за какой-то небольшой период времени это всё быстро-быстро отснять. Не хочется, знаете, снять, а потом поймите, что получилось. Да, вот здесь мы чуть-чуть, надо было здесь. Поэтому, не знаю. Вот, скорее, вот это вот просто красота какая-то. Ну, это называется как трековый, что ли. Скорее всего, пока так. Мужского пола там не предвидится. Не, ну, может, будет тут? Слушайте, а как же откровенные сцены? О, боже. Что-то будет? Ну-ка. В каком плане? Романтические какие-то отношения? Ну, или, знаешь, ещё как это модно сейчас обязательно, чтобы девушка была с канистрой бензина, чтобы она потом сожгла, облила его, его, там, девицу какую-то, да. Экшно. Нет, как хорошо, что у тебя этого не планируется. Ну, песня, мне кажется, не совсем подходит, да. Вообще мне нравится, я бы что-нибудь подожгла, ну, не в этой песне. Я надеюсь, пожарные нас сейчас не слышали. Слушай, а вот в фильмах ты снималась в кино, да? Да. Хаджо на середин, по-моему. Ой, там совсем мало снималось. Да? Там прям совсем. Да, был другой фильм, где я снималась побольше. Расскажи, расскажи о своей кинокарьере. Ой. Она так стремительно началась и стремительно закончилась. На самом деле, только в одном фильме можно сказать, что снялась. Тоже это было в Ташкенте очень-очень давно, очень. Один слет назад. Так. Да. Ну, это большое упущение у режиссёров, мне кажется, конечно, что нет, что они не гоняются за тобой, должны это делать. А потому что ты, может быть, не заявляешь об этом, что я хочу сниматься в кино. Жду предложений. У меня ещё были предложения, на самом деле, но что-то не срослось. Ну, не то, значит. Сейчас многие режиссёры смотрят «Страну ФМ», поэтому у них есть возможность пригласить тебя. После эфира сразу жди звонков. Проявить сейчас свои слова. Сейчас мы проявим песню. Сейчас, да, Сагдяна будет пока басню репетировать, мы её расскажем. Друзья, ну, а сейчас все внимание, пожалуйста, на экраны. Мы небольшой сделали клип, но фотография будет пока красива, потому что презентуем трек. Погромче. Главное, делайте громкость. Сагдяна. Неделима новая песня. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сагдяна. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это сюрприз Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крутить, крутить Давай, давай, мам, еще ставь Пока мы едем, мы всегда долго едем куда-нибудь В машине И они, кстати, принимают участие в выборе песен Вот эти самые надежные люди Иногда я что-нибудь поставлю Вот этот подсовет нашли мы, да Что собралась это покупать? Что такое, мам? А я тебе советую, не бери это, пожалуйста Скажи, пожалуйста, а что сами они слушают? Кроме маминых песен Кто сейчас в хит-листе? Да, есть у нас такой хит-лист. Ну-ка. Младшему очень нравится Лимкин парк. Так, хорошо. Вот это заявочки. Есть вкус. Но он очень их любит много слушать, громко слушать. Сколько ему сейчас? Семь лет. Уже Лимкин парк. А как же Егор Крит, Мот и кто-то еще? Мы слушаем Старшему нравится Монатик. Мне тоже нравится. Ну вот современные вот эти песни мы очень любим. Мы даже иногда не знаем, кто поет, честно. Потому что так много исполнителей. Иногда что-то появляется новое, не успеваешь понять, кто, но песни очень крутые. Сейчас участники группы Грибы сказали, ну конечно, это про нас. Они знают, что это и Грибы, и вот эту песню одну, но тем не менее... Ну и достаточно, она самая лучшая в мире песня. Ну а ребята сами определились, они уже что-то говорят. Мам, мы вот хотим стать, когда вырастем, там, артистами. Продюсерами. Много чего говорят. Много. Меняется пока, да? Иногда меняется. Иногда, да. Но все-таки у старшего больше такие профессии. Он говорит, вот я хочу быть кардиохирургом. Потрясающе. Да, вот у нас так случилось, что дедушка ушел из-за сердца, и вот он говорит, я буду кардиохирургом. А потом он говорит, нет, наверное, все-таки я буду бизнесменом. Или я буду и бизнесменом, и кардиохирургом. А владельцем клиники кардиохирургии. Да, честно, это так, нужно двигаться в этом направлении. А младший, он очень переживает, всегда говорит, что надо из детства убирать себе профессию, по крайней мере, об этом думать. Уже 7 лет он это говорит, да? Да. И младший очень переживает. Мам, я еще же не знаю. Представляешь, я до сих пор не понял, кем я хочу быть. Но говорят, иногда вот такое, что-то про... Я хочу, наверное, или петь, или актером. Или вот на гитару меня запиши. Потом, нет, я хочу хоккей. Совсем разные полярные вещи. Сразу после гитары на хоккей. Да, вполне. Ну, пока можно пробовать. Какие секции они посещают? Посещаем, да. Мы ходим на айкидо. На плавание. На танцы. Ну, очень разносторонние. А потом наступает уже дождь, все. Молодцы. Так, Дианочка, ты нам скажи, пожалуйста, вот, естественно, очень много проходит сообщений у твоих поклонников. Самый главный вопрос, свободно ли твое сердце? Можно ли побороться за него? Мое сердце болит. Магнит. Это ответ. Это не вопрос. Ну, то есть побороться-то можно. Как-то кому-то попробовать. Шанс-то есть, скажи. Или нарвутся на большую неприятность. Ну, вы знаете, я так скажу, что в моем сердце есть чувство, есть любовь, есть человек. Для моих любимых поклонников, людей, которым нравится мое творчество, это отдельная часть моего сердца, которая всегда для них. Открытая. И всегда ее никто не сможет занять. Да. Сагдиан, спасибо тебе большое. И вам. Спасибо. За твой свет, за твое очарование, красоту и, конечно, за твою песню. Очень красивая. Спасибо вам большое. Ждем новых, ждем альбом, ждем клип. И тебя с огромным удовольствием в наших программах, в эфире. Спасибо. Спасибо тебе большое. Успех. Хорошего продолжения лета. Да, наконец-то тепло. Спасибо. До новых встреч. Спасибо огромное. Спасибо.